приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами что нас ждет в игре мир танков в 2023 году феврале будет более подробно про все рассказано насколько я понимаю а сейчас мы просто быстро пробежимся и посмотрим что же нас ждет 2023 году нас ждет стальной охотник обновленный в котором будет две версии стандартный стальной охотник и стальной охотник с возрождением появился респаун после смерти и добавили ботов честно говоря я не люблю ботов которые есть у мира танков поскольку они супер тупые глупые они просто на месте крутятся с ними не интересно вообще никак взаимодействовать поэтому мне добавление ботов вообще честно говоря не заходит также нас ждет новый сезон натиска будут добавлены квалификационные бои я так понимаю ранговых боев не будет натиск это замена ранговым боям так что вот в принципе натиск прикольный режим до того момента пока ты не застареешь на каком-то там предпоследнем этапе и просто туда-сюда качели гоняешь это начинает бесить также вернется мирный 13 который многим нравится куда же без линии фронта еще и с новой картой пустынной огромной на новой пустынной карте заметны похожие строения как и на зимней карте огромные какие-то там заводы также там будут какие-то берега объезды скалы и туннели в общем целом увидим я не фанат линии фронта мне в принципе этот режим очень не интересен он скучный мне жаль что столько сил энергии и времени тратится на этот режим по созданию таких огромных карт когда так сильно страдает рандом также нас ждет еще новая карта для рандома устричный залив ее мы тестировали в разведке боем в начале 2023 года она появится также нас ждет еще ребаланс восьми карт карта аэродрома весфилд лайвокс перевалу рудники степи студянки и утес ребаланс карты это очень хорошо но вот допустим я не вижу здесь ребаланса затерянного города поскольку в штурме засунули базу внутрь города и ее теперь невозможно защищать для той команды которая должна в штурме обороняться она не может подъехать базу сбить из-за чего бои заканчиваются за две минуты захватом базы это полный бред это первое что мне вспомнилось еще есть моменты которые мне непонятны на некоторых картах но это надо подробнее разбираться поэтому неизвестно еще во что они там это перри баланса поскольку не всегда они делают изменения к лучшему иногда наоборот худшему и потом еще и долгое время не исправляют я бы так сильно не радовался но любые изменения в застоявшиеся игре я приветствую система достижений 20 престиж будет общая прогрессия с наградами статистика и динамическими нашибками внешне очень сильно напоминает ту полосочку которую мы набиваем в кланах и получаем коробки просто играя в игру в зависимости от наших боевых показателей за определенное время мы получим что-то вроде динамической нашивки которая отображает прогрессию из 100 этапов этот показатель можно будет поставить в ушах команды возможно этот уровень престижа как во многих онлайн играх в прогрессе также можно получить элементы кастомизации и скорее всего будут игровые ресурсы но с этими всеми цветами в ушах команды это напоминает какой-то xvm надеюсь это все не будет набиваться тупым накатыванием количество боев но выглядит интересно также так называемая камера уничтожения которая в играх называется killcam где показывается как тебя убили последний момент во многих играх такое есть и спустя 12 лет возможно и в нашей игре такое появится невероятно также будет еще ребаланс веток исследований опять же любое движение это хорошо это повод поделать видосики поделать стримчики и хоть как-то на что-то обратить внимание в игре но я честно говоря не жду никакого баланса в игре опять сделают из мусора имбу из имбы мусор и просто поменяют метовые танки местами вот что я ожидаю поскольку так было всегда я уже не надеюсь на то что в игре какой-то там баланс танков будет поскольку это какой-то самообман в течение 12 лет уже бы даже обезьяна чему-то научилась за столько времени также будут новые ветки и обе японские тт японии и пт японии теперь понятно почему не апают нормально тайп 5 хэви поскольку добавят просто другую японскую ветку тт пусть кай она будет нормальной а может и нет ну а по поводу пт японии я угадал в одном из прошлых видосов что следующая ветка будет японский пт ну конечно же самая ближайшая ветка которая появится это китайские тяжи но их там чё-то на тесте нерфит фугасные пушки забрали они все менее интересные они все менее сильные такое ощущение что про них забудут еще до того как они появятся еще нас ждет новая механика для танков автоматическое орудие с возможностью перегрева включить пулеметики на каждом танке было бы прикольно чтобы разбивать дебильные заборчики всякие домики маленькие которые ломаются и так далее можно было бы пулеметиками расстреливать чтобы они не мешали стрелять либо для того чтобы открыть прострел за всяким мусором и домами с возможностью сломать их но это видимо какие-то крупнокалиберные пулеметы будут в других танковых аркадах и симуляторах давно пулеметные всякие кастрюльки катаются видимо настал час и картошки показать свои пулеметики разведка боем 2023 что будет тестироваться ночные карты динамическая вода динамические объекты которые по идее должны влиять на имплей но будет ли это непонятно то есть получается что это не будет прям добавление в игру в 2023 году это будет только тестироваться в отдельном режиме она якобы будет готовая но просто проверяться на то как люди это воспримут возможно там какие-то рабочие моменты с багами или оптимизации будут проверяться так или иначе это еще не прям добавление в основной режим этих всех фишек но то что динамическая вода будет отходить открываться какие-то там новые позиции на карте это прикольно но опять же в какой момент они будут открыты или будут ли они закрываться под конец боя когда карта становится более пустой больше возможности на ней покататься и как-то обмануть врага застать его врасплох возможно концу боя будет открываться больше играбельного рельефа только от прикол в том что в игре нету боев которые бы длились очень долго стоялого почти не бывает на картах все бои заканчиваются очень быстро и карты становятся пустые и так на них становится очень много безопасного пространства которое можно использовать для маневра путем того что в бою почти никого не остается буквально за несколько минут и увеличение играбельных зон на карте это конечно прикольно но под конец боя и так места предостаточно хотя есть очень коридорные направления которые бы хотелось расширить эту фишку можно сделать как и редко используемые и не интересные так и очень интересные посмотрим что получится что касаемо ночных карт я в модах попробовал там какие-то ночные карты мне надоело очень быстро мне кажется вряд ли это стоит такого огромного вложения в разработку и люди наверное ждут чего-то большего чем на самом деле получат но там просто ночь и всякая игра там света ну в общем и целом если вспомнить какие-то старые версии карты где там работали с освещением то вечер какой-то делали то смеркалась то какие-то огненные карты то еще какая-то хрень в общем и целом это все равно не заходило едет ночные карты я честно врех вообще не жду и будут ли они влиять на на геймплей на обзор там и так далее не вдаваясь в подробности мне честно вряд ли это вообще не интересно но что она получится посмотрим какой она будет а вот динамические объекты это мне кажется самое интересное когда на карте будет к нам какой-то огромный корабль врезаться в бухту все там разваливать перекрывать какие-то проезды или открывать новые дирижабль там на химмельсдорфе упадет и так далее это интересно но опять же люди 12 лет не особо смогли в статичные карты по геймплею смогут ли они в динамичные посмотрим задумка неплохая реализация как обычно увидим но опять же это просто будет отдельный режим разведка боем дай бог оси это в игру добавят через пару лет также будет у нас второе конструкторское бюро с новым номерным 3d стилем насколько это понятно по ролику какой-то танк будет не сильно понятно мне почему-то кажется что это будет немецкая стэшка я что-то там пытался вглядеться в этот темный силуэт по каким-то там лючкам антенка мы всему остальному мне показалось а может быть мне просто показалось посмотрим кто это будет может быть я угадала может быть и нет ну и в конце мы еще не сказали то что в следующем году нас ждет обновление экипажа во первых нас ждут новые перки изменения некоторых старых все навыки будут работать сразу также изменится переобучение экипажа и экипаж будет один на три танка также изменится окошко экипажей в общем и целом экипажи переработаются очень сильно что по поводу того что перки сразу будут работать насколько я понимаю не надо будет перк выкачивать на сто процентов чтобы он работал чтобы он начал работать он будет работать видимо как и остальные перки чем сильнее этого прокачал тем лучше он работает что в принципе логично поскольку это бесило пока там этот перк докачаешь уже состаришься и только потом он начинает работать это конечно жесть мне кажется про экипажи надо сделать отдельное видео здесь есть много чего сказать и почитать новые перки и высказаться если я это в этом видео продолжу делать то видео будет раза в два длиннее только из-за того что я буду рассказывать что я думаю про перки про экипаж и так далее сто процентов это не все что будет следующем году поскольку это самое основное самое жирненькая пишите в комментариях что вы про это все думаете свое мнение не забывайте подписываться на яндекс дзен и на youtube конечно же сам был арчик играть красиво всем удачи и пока